Добрый день, уважаемые коллеги! Тема сегодняшнего нашего вебинара посвящена формированию методологических умений при изучении химии. Что такое методология? Методология происходит от греческого слова «учение о способах». Это учение о методах, способах и средствах познания. Если мы говорим про методологические умения при изучении химии, то, конечно, можно отметить, что формирование этих умений будет опираться на теоретические знания, которые связаны с усвоением теоретических знаний о методах научного познания, и, конечно же, экспериментальные умения, которые связаны с усвоением умений проводить наблюдения, опыты, технические исследования. Важности формирования методологических умений школьников посвящены требованиям в том числе федерального государственного образовательного стандарта, как основной школы, так и старшей школы. В разделе естественно-научные предметы отмечено, что наши школьники должны овладеть научным подходом к решению различных задач, овладеть умением формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценить полученные результаты. И когда в ГОС обращается к химии, то здесь написано, что у наших школьников должны быть сформированы умения устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими влияниями и процессами, которые происходят в микромире. Школьники должны уметь объяснять причины многообразия веществ и, очень важно, зависимость их свойств от создания и строения. В стандарте отмечается также, что школьники должны приобретать опыт исследования различных методов изучения веществ, то есть наблюдения за превращением при проведении различных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов. А в стандарте старшей школы в портрете выпускника отмечается, что выпускник должен владеть основами научных методов познания окружающего мира. И когда в стандарте говорится о предметных результатах, которые должны быть сформированы у учеников, изучающих химию на базовом уровне, там отмечено, что предметные результаты должны отражать владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, что ученики должны владеть основными методами научного познания, используемого в химии. То есть уметь наблюдать, описывать эти наблюдения, измерения, они должны владеть таким умением, проводить эксперимент и так далее. И более того, у них еще должна быть сформирована готовность и способность применять методы познания при решении различных практических задач. Когда в стандарте говорится о предметных результатах, которые предъявляются к школьникам, если они изучают химию на углубленном уровне, то помимо того, что здесь перечислено было на базовом уровне, добавляется еще, что у школьников должна быть сформирована система знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях. Они должны уметь выдвигать гипотезы на основе знаний о составе строения вещества и основных химических законов. Должны уметь проверять это все экспериментально, формулировать цель исследования. Далее отмечается, что владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов должно быть сформировано у наших учеников, и должна быть сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата. Это требование Федерального государственного образовательного стандарта. Остановимся в большей степени на эмпирических методах. Итак, какие же умения необходимо нашим школьникам приобрести для понимания эмпирических методов, то есть наблюдения и опыта измерения при изучении химии? В число этих основных методов можно отнести следующее. Школьники должны уметь определять цель проведения исследований или гипотезу опыта по его описанию. Они должны применять основные операции мыслительной деятельности для изучения свойств веществ и химических реакций, знать назначение приборов и отдельных частей приборов для проведения соответствующего опыта или исследования. Они должны уметь выбирать приборы и оборудование для проведения опыта и исследования, и в том числе по рисункам. Должны самостоятельно планировать, предлагать порядок проведения опытов и наблюдений в зависимости от поставленной цели. Должны уметь анализировать, объяснять результаты наблюдений и опытов, в том числе представленных в виде рисунка, таблицы или графика, на основе известных физических и химических явлений, законов, теорий, должны уметь делать выводы. Это основные умения, которые необходимо сформировать у школьников. Итак, давайте теперь конкретно посмотрим, что же нам делать для того, чтобы у наших школьников были сформированы методологические умения. Итак, давайте начнем с определения цели проведения или гипотезы опыта по его описанию. Не секрет, что когда наши школьники выполняют какой-то опыт или практическую работу, они зачастую не понимают цели, для чего они это выполняют, зачем им это нужно. Вот давайте обратимся к ОМК Алиной Евгеньевой Кузнецовой. Как известно, кто работал с этим ОМК, практически все опыты лабораторные и практические работы представлены в этом ОМК в виде схемы. И вот здесь представлена схема выполнения опытов о получении гидроксида цинка и исследовании его свойств. Используя эту схему, можно предложить следующие вопросы школьникам. Рассмотрите схему получения исследований свойств гидроксида цинка и его свойств. Опишите последовательность ваших действий по ходу лабораторных опытов. Составьте цепочку превращений в соответствии со схемой, изображенной на рисунке. Преобразуйте цепочку превращений в рогене реакции. И, что очень важно, поясните, какие химические свойства гидроксида цинка отражены в этих опытах. То есть для чего, ради чего, какова цель проведения этого опыта. Вот такое задание. Далее, умение понимать суть опыта. Предлагать экспериментальные процедуры на основе знаний о свойствах веществ. Вот задание из рабочей тетради к ОМК Вадима Владимировича Еремина. Здесь нужно заполнить таблицу отличительных свойств веществ, на которых основаны способы разделения смесей. Конечно же, нужно знать физические свойства этих веществ, которые составляют смесь. И нужно на основе этих физических свойств предложить способ разделения. Здесь представлены смеси как гомогенные, так и гидрогенные. И школьники должны предложить способы разделения основываться на этих свойствах веществ. Далее, понимание сути опыта. Это очевидно, что нам всегда необходимо. Кроме этого, конечно, необходимо устанавливать взаимосвязь между свойствами веществ и результатами эксперимента. В данном случае вот этот эксперимент представлен в виде рисунка. Этот рисунок иллюстрирует один из способов получения водорода в лаборатории. Естественно, конечно, надо составить уравнение протекающей реакции и ответить на вопрос, на каком свойстве водорода основан способ его собирания. Что здесь важно школьникам знать? Важно знать, что методом вытеснения воды можно собирать только те газообразные вещества, которые в воде не растворяются. Вот это достаточно такое простое задание, но тем не менее, понимание свойств водорода для выполнения этого задания необходимо. Следующее умение, но опять же понимать суть опыта и знать назначение прибора и его отдельных частей. Это рабочие в тетради КЛМК Владимира Владимировича Елёвина представлены целую серию таких заданий. На рисунке показан какой-либо прибор для получения в данном случае аммиака. Есть и другие приборы, сейчас мы еще тоже посмотрим. И нужно подписать название реактивов и оборудования и составить уравнение происходящих реакций. В данном случае это получение аммиака. А на этом слайде показывал лабораторийный способ получения углекислого газа. И аналогичное задание. Надо подписать название реактивов, оборудования и уравнение происходящих реакций. Следующее умение. Здесь тоже нужно знать назначение прибора и отдельных частей. Здесь показан прибор, с помощью которого можно путем электролиза расплава хлоридах хрома-3 получить хром, который необходим для диагностики желудочно-кишечных кровотечений в лаборатории. То есть здесь даже еще указано конкретное практическое применение хрома, который получается с помощью этого прибора, с помощью электролиза. И задание аналогичное. Надо дополнить рисунок, указать название электродов, название процессов, протекающих на них, а также формулы частиц, которые движутся к электродам. Опять мы говорим про назначение прибора и его отдельных частей, умение выбирать приборы и оборудование для проведения опыта, и в том числе по рисункам. Вот это такое традиционное задание. Оно, это задание, используется часто и в контроле измерительных материалах единого государственного экзамена, простите, не единого, а ОГЭ, основного государственного экзамена. В ЕГЭ таких заданий не встречается. В каком из приборов можно получить и собрать аммиак? Конечно же, для того, чтобы понимать, в каком приборе можно получить аммиак, из представленных четыре прибора, нужно обязательно учесть малярную массу аммиака, аммиак легче от воздуха, и обязательно учесть, что аммиак прекрасно растворяется в воде. Поэтому прибор, изображенный на рисунке ГЭ, где вытеснение идет методом воды, конечно, использовать нельзя. Нельзя также использовать прибор под буквой А, поскольку этот прибор позволяет собирать газы, которые тяжелее воздуха. Таким образом, мы должны обратиться к прибору В. Нет, это вытеснение воздуха, и проверочка должна быть донышком вверх для того, чтобы собрать аммиак. То есть мы понимаем, что выбор этого прибора можно сделать только тогда, когда школьники знакомы с физическими свойствами аммиак. Опять мы говорим про назначение прибора отдельных частей, опять говорим про умение выбирать приборы по рисунку. На этом слайде, на этом задании, нужно отметить на рисунке, какой посудой, каким оборудованием нужно воспользоваться для собирания прибора, с помощью которого можно отделить жидкость от несваримых в ней веществ. Здесь представлено очень много различных приборов и различного оборудования. Школьнику нужно понимать, что жидкость от несваримых веществ, эту гетерогенную смесь, можно разделить, естественно, с помощью воронки, с помощью фильтра, ну и подобрать соответствующее оборудование. То есть нужно взять и стакан, и колбу, и, конечно же, воспользоваться штативом для удобства. Следующее. Здесь, на этом слайде, представлено задание из УРУКА Нинарихигенной Кузнецовой. Для выполнения этого задания необходимо анализировать, объяснять результаты опытов наблюдений, которые представлены вот в таком описании, и умение делать опыты. Задание называется «Закон постоянства состава». Достаточно интересное задание. Здесь говорится о том, что Бруст, французский химик, открывший закон «Постоянство состава», подтвердил этот закон на примере оксидов олова. Однако другой французский ученый Бертоли посчитал, что для соотношения химических элементов соединений могут быть любыми, зависит от соотношения масс, взятых для реакции веществ, и причем доказал это экспериментально. И вопрос, кто же прав, как установить истину, убираясь на упомянутые факты? Надо сказать, что вот этот спор Бруста и Бертоли вошел в историю развития науки, что сначала победил в этом споре Бруст, потому что считалось, что эксперименты, которые он проводил, и анализы, которые он выполнял, были более точными, но потом, как мы знаем, подтвердилось и мнение Бертоли о том, что есть вещества, которые имеют переменный состав. Следующее задание, где тоже нужно применить умение анализировать, объяснять результаты наблюдений и опыта на основе знания о составе, строении и свойствах веществ и делать выводы. Вот такое задание из УМК Вадима Владимировича Еремина. Вы знаете, что дистиллированная вода не проводит электрический ток. Как вы можете объяснить наблюдение, сделанное немецким физико-химиком Кальраушем, электропроводность воды, оставленной в открытой платиновой чашке, повышается в два раза через шесть часов. Вот такое задание, которое необходимо выполнить, опираясь на знание того, что, конечно же, эта вода будет поглощать углекислый газ, и, соответственно, углекислый газ, растворяясь в воде, даст углевую кислоту, и это будет повышаться электропроводность. Это одна из причин того, что электропроводность повышается. Еще интересное задание. Здесь рассказано о так называемой ошибке Фарадея, которая тоже вошла в историю науки. И здесь при выполнении этого задания тоже необходимо применить умение анализировать, объяснять результаты наблюдения опыта, поля, данные, необходимые для паролировки вывода, и делать выводы, оценивать соответствующие, соответствующие выводы имеющимся экспериментальным данным. Итак, в начале XIX века Фарадей изучал явление электропроводности раствора, и на основании своих экспериментов он сделал правильный вывод, что переносчиками тока в растворах являются ионы. Но Фарадей считал, что ионы образуются под действием электрического тока. Вот так называемая ошибка Фарадея. Какие факты задаются вопрос в этом задании? Вы можете привести к доказательству того, что ионы в растворах образуются не под действием электрического тока. Вот такое интересное задание. Далее, необходимо для выполнения этого задания, где информация, представленная в виде графиков, применить умение анализировать и объяснять результаты наблюдений и опытов, представленных в виде графика. Нужно выбрать график, где правильно изображена зависимость, растворимость нитрата калия в воде от температуры на графике. Но, как известно, растворимость твердых веществ повышается с ростом температуры. И вот этот график, соответствующий растворимости нитрата калия в воде, он представлен на рисунке, на графике В. Это график ВВ. Еще интересное задание, где информация представлена в виде рисунка. Опять же, те же умения. Анализировать, объяснять результаты наблюдений и опытов, которые представлены в виде рисунка, и делать выводы. Итак, нужно рассмотреть рисунок, где показано расширение и сжатие газа. О каком физическом или химическом идет речь? Почему газ выходит из проберки, когда ее держат рукой? И почему вода заполняет проберку, когда ее убрали? Вот такое интересное задание. Задание такого междисциплинарного характера. Это и задание, которое можно предлагать нашему школьнику, как при изучении физики, так и при изучении химии. Еще интересное задание. Три цилиндра наполнили газом, азотом, сероводородом, азотом, поместили в кристаллизатор с водой. Какой газ будет в каждой цилиндре? Дайте обоснованных ответов. На этом рисунке представлены уже результаты этого эксперимента. И ответить на поставленный вопрос можно только в том случае, если знать о различной растворимости этих газов. Совершенно очевидно, что лучше всего из представленных газов растворяется в воде оксид серы-4, сероводород растворяется хуже, и азот совсем плохо растворяется. И соответственно, по уровню поднятия жидкости можно сделать вывод, какой газ находился в каждой цилиндре. Чем лучше растворяется газ в воде, тем выше поднимается уровень жидкости. Соответственно, 3 — это оксид серы-4, сероводород — это 1, и азот — это 2. Далее, опять же, умение анализировать и объяснять результаты у людей воздуха, представленных в виде рисунка. Как известно, воздух представляет смесь газов. Процесс разделения воздуха на составляющие компоненты представлен на рисунке. Вот этот рисунок взят из учебника Нинель Евгеньевны Кузнецовой. Метод разделения воздуха здесь показан на основные компоненты кислорода, арбон и азот. И дальше, используя этот рисунок, можно составить несколько вопросов, которые будут представлять собой такие интересные задания, связанные с умением анализировать и объяснять результаты наблюдения опыта. Итак, первый вопрос. Какой процесс, физический или химический, лежит в основе разделения воздуха на составляющие компоненты? В чем заключается сущность этого процесса? И во втором вопросе нужно описать процесс разделения воздуха на составляющие компоненты, используя рисунок, указать и обосновать последовательность выделения газа из жидкого воздуха. Как известно, наши школьники не слишком хорошо умеют сразу сравнить отрицательные температуры. И вот это вот задание, которое еще связано с тем, чтобы школьники умели использовать как устную, так и письменную речь для описания процессов. Как известно, в последнее время они не слишком хорошо справляются с таким заданием, где нужно дать развернутый письменный или устный ответ. Он тяжелее. Еще очень интересное задание в рабочей тетради для 10-го класса вам, Владимир Владимировича Еремина. Опять же, здесь нужно анализировать, объяснять результаты на выделе представленного в виде рисунка и делать выводы. Итак, вот такое интересное задание. Повар-технолог при приготовлении черного хлеба смешивают муку, поваренную соль, сахар, воду и дрожжи, после этого помещают на несколько часов в емкость, чтобы начался процесс брожения. При брожении в тетради происходят химические процессы, дрожжи, одноклеточный грим, преобразуют в крахмал, крахмал, содержащийся в муке и сахар, в углекислый газ и спирт. Так, несколько заданий сформулировано вот к этому тексту, но я выбрала только то, что для нас наиболее интересно. А именно, вот такое задание. Через несколько часов после приготовления теста повар взвешивает его и обнаруживает, что масса тела уменьшилась. В начале каждого из четырех экспериментов изображено на рисунке масса теста одна и та же. Результаты каких двух экспериментов нужно сравнить, чтобы выяснить, являются ли дрожжи причиной уменьшения массы тела. Но совершенно очевидно, что мы, конечно же, не можем выбрать весы первые, весы вторые для сравнения, потому что здесь закрытая пробка и, соответственно, масса не будет меняться при закрытой пробке. А вот эксперимент 3 и 4, наверное, как раз нам подойдет. Почему? Потому что здесь пробка отсутствует и в одной этой стеклянной банке есть дрожжи, а в другой банке этих дрожжей нет. Соответственно, вот как раз дрожжи, их отсутствие или, наоборот, их присутствие позволит нам сделать такой вывод по изменению массы. Это, конечно же, там, где были дрожжи, вследствие того, что углекислый газ улетучится, масса этой стеклянки станет немножечко меньше. Мне кажется, что вот это очень интересное задание, которое позволяет формировать методологию научного исследования, наверное, так громко скажем. Итак, следующее задание. Здесь представлен мысленный эксперимент. Школьникам необходимо применить умение предсказывать, анализировать, объяснять результаты наблюдений и опытов. Конечно же, на основе знаний о составе, строении, свойствах веществ и делать выводы. Вот такое задание. Зависим степень ассоциации от концентрации вещества, называется это задание. В лаборатории провели опыт. В стакан налили немного луксусной эссенции, опустили в нее электроды, приборы для изучения электропроводности растворов, сопнулицы, загорелась ли лампочка. А далее в стакан стали постепенно добавлять воду, одновременно наблюдая за лампой. Что увидели экспериментаторы? Экспериментаторы объяснили наблюдаемое явление. Вот такое замечательное задание. Следующее задание, где те же умения нужно предъявить, те же умения нужно использовать для того, чтобы предсказать, анализировать, объяснять результаты наблюдений и опыта. Итак, коррозия металла. Это разрушение металла вследствие химического или электрохимического воздействия с внешней коррозионной средой. И естественно, школьники должны знать, что от коррозии ежегодно теряется очень много металла, от 1 до 1,5%. Такие вопросы здесь представлены. Два железных гвозда помещены в стакан с водой. К одному из них прикреплена медленная проволока, к другому цинковая. Какой из гвоздей быстрее заржавеет? Обоснуйте свой ответ. Вот такой мысльный эксперимент, который основан на знаниях о процессах коррозии. Затем записать уравнение электрохимических процессов, далее необходимо, протекающих на поверхности цинка и железа при погружении в воду железного гвоздя с цинковой проволокой, железного гвоздя с медной проволокой. Следующее задание, где нужно школьникам те же самые умения показать. Итак, поместили в химические стаканы сульфат натрия, метиловый спирт, кидроксид галия, горит серебра. Добавили в каждый стакан дистиллированную воду, размешали содержимое. После этого опустили в каждый стакан электроды прибора для испытания веществ на электропроводность. Нужно указать визуальный эффект в каждом случае, то есть загорится лапочка или нет. Объяснить причину, то есть нужно школьникам обязательно понимать, какие из этих веществ являются электролитами, какие неэлектролитами. Это достаточно, конечно, простое задание, но тем не менее это задание, которое тоже позволяет формировать металлогические умения. Следующее задание достаточно интересное, где, опять же, нужно применить умение понимать суть опытов, предсказывать, анализировать, объяснять результаты наблюдения опытов, которые представлены в виде рисунка. Конечно, на основе знания состава, строения и свойств веществ делать ВВД. Здесь изображены различные способы изменения массовой доли растворенного вещества в растворе, и нужно сравнить массовую долю растворов после изменения в концентрации. Конечно, школьники должны понимать, что на этих рисунках изображено, что происходит, например, в случае А, когда совершенно очевидно, что добавляют твердое вещество в этот раствор, массовая доля, соответственно, увеличивается. На втором случае происходит выпаривание, вода выпаривается, массовая доля тоже должна увеличиться. В третьем случае добавляется вода, массовая доля, конечно, должна уменьшиться. В четвертом случае происходит охлаждение, и для большинства твердых веществ растворимость веществ будет уменьшаться, а массовая доля в данном случае, массовая доля будет при охлаждении, она будет тоже уменьшаться. Далее, школьникам необходимо формулировать задачу, проблему опыта, предсказывать, анализировать, объяснять результаты наблюдения опытов на основе, опять же, знаний о составе строения свойств веществ и делать ВВД. То есть, опять те же самые умения. Вот здесь представлен опыт на этом рисунке по изучению свойств углекислого газа. Углекислый газ поступает в сосуд, где находятся на разном уровне зажженные свечи. Какие свойства оксида углерода появляются при проведении эксперимента, изображенного на рисунке? И, конечно, желательно еще, чтобы школьники предсказали, как будет происходить затухание этих свечей. Это достаточно распространенный опыт. Его демонстрируют не только на рисунке, его демонстрируют путем его реального эксперимента. Вот достаточно тоже интересное задание. Следующее. Те же самые умения должны быть продемонстрированы школьникам. А задание следующее. В полдня, нагревая селедочный рассол, что можно наблюдать, если газотворные трубки поднести влажную лакусовую бумагу, стеклянную палочку, смоченную концентрированной соляной кислотой, и объяснить эти предполагаемые наблюдения соответствующими уравнениями реакции. Это задание предлагается при изучении свойств аминов в 10 классе. Это задание представлено в рабочей тетради для 10 класса к ОНК Вадима Владимировича Еринова. Следующее умение – это предлагать порядок проведения опыта в зависимости от поставленной цели. Достаточно простое задание для 8 класса, представленное в рабочей тетради. Нужно предложить последовательность действий для разделения смеси, состоящей из мела и поваренной соли. И, конечно, нужно еще эту последовательность действия изобразить в виде вот этой схемы. Это традиционное задание, которое школьники могут выполнить и путем реального эксперимента, но, конечно, сначала нужно этот эксперимент продумать. И вот такое задание здесь предлагается. Следующее, такое уже задание побольше, оно более объемное задание, которое состоит из нескольких взаимосвязанных вопросов. Что необходимо здесь выполнить? Итак, в этом задании поставлена цель какая? Очистить поваренную соль от речного песка. Школьникам предлагается составить схему очистки поваренной соли от речного песка. Выбрать из числа приборов, которые изображены на рисунке, те приборы, которые понадобятся для очистки. Указать назначение выбранных приборов. Описать последовательность действий. И сформулировать вывод о связи проводимых операций с составом смеси и свойствами ее компонентов. Вот это уже такое достаточно объемное задание, которое основано на знаниях о свойствах веществ, которые необходимо разделить. Здесь необходимо школьникам планировать эксперимент. Такие мнения должны продемонстрировать. Самостоятельно найти алгоритм решения поставленной экспериментальной задачи, делать выводы. Следующее задание, они традиционные задания, но они позволяют формировать методологические умения. Потому что для того, чтобы выполнить эти задания, школьникам необходимо предложить порядок проведения опыта в зависимости от поставленной цели. Какие это задания? Это задания на распознавание веществ. Но уже химическим путем нужно распознать, какое вещество находится в каждой из склянов. Написать уравнение реакции, ход распознавания и представить в виде таблицы. Мы понимаем, что традиционные задания и набор тех веществ, которые необходимо распознать, он может быть самым разным. В данном случае сульфаткалия, сульфиткалия, метроткалия. Еще задание, то же самое, но можно сформулировать несколько иначе. Как отличить друг от друга следующие вещества? Надо описать экспериментальные процедуры, которые вы придумали. Может быть, еще дети могут сказать, какой реактив можно использовать. Но вот описать экспериментальные процедуры, по чему, они бывают сложные. Еще задание, такое традиционное тоже. Доказать опытным путем, что выданное вам вещество, он в данном случае хлорид, кальция. Опять же, набор и перечень этих веществ может быть самым разнообразным. Следующее задание, где нужно предложить способ получения из куска природного мела химически осажденный мел, который входит в состав зубного порошка. То есть химически путем нужно провести вот эти превращения. Тоже достаточно традиционное задание, в котором нужно предложить способ получения какого-либо вещества. Ну и, наконец, еще одно задание, их можно здесь привести очень много. Я выбрала только самое типичное. Предложите способ очистки воздуха от примеси аммиака. И еще задание, где нужно предлагать порядок проведения опыта. Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи в соответствии с поставленной целью. Итак, в склянках находятся растворы, в данном случае, нитрата бария, карбоната натрия и хлорида магния. Надо выполнить следующее задание. Это тоже такое задание, которое состоит из нескольких взаимосвязанных вопросов. Структурированное задание. Надо предложить два способа распознавания этих веществ химическим путем, используя реактивы из списка. В список предложен гидроксид натрия раствор, раствор сульфата калия, соляная кислота, раствор серной кислоты и раствор нитрата серебра. Для каждого способа надо представить план проведения в виде таблицы. И вот здесь эта таблица предлагается. Первый способ, второй реактивы, которые можно использовать. И сравнить выбранные способы распознавания в соответствии с критерием, которые представлены в таблице. И оценить рациональность каждого из предложенных способов, запомнив таблицу, поставив знак «плюс» или знак «минус» по каждому критерию. Какие это критерии рациональности способа распознавания? Это минимальный расход реактивов, минимальное время распознавания, реальная возможность проведения опыта. И, что очень важно, это отсутствие однотипных результатов у разных веществ при использовании одного и того же реагента. Например, могут выпадать осадки в том и другом случае при использовании этого реагента. И эти осадки по внешнему виду различить иногда практически невозможно. Соответственно, этот реагент не будет подходить для распознавания. Конечно, нужно выбрать и обосновать наиболее рациональный способ распознавания этих веществ. И составить уравнение реакций, которые лежат в основе распознавания веществ в соответствии с выбранными способами. Указать условия признаки протекающих реакций. И вот как можно это задание выполнить. Если мы будем использовать серную кислоту, то, конечно, это будет рациональный способ. Потому что в случае нитрата бария мы увидим выпадение белого осадка. В случае карбоната натрия мы увидим выделение газа. А хлорид магния нам видимых признаков реакции никакой не даст. То есть взаимодействие здесь никакой не безойдет. И если мы захотим сначала определить карбонат с помощью соляной кислоты, мы, конечно, его определим, мы увидим выделение газа. Но мы распознаем этот кодинокарбонат. Нам понадобится провести еще дополнительное исследование. Для этого мы возьмем, например, предлагаемый в этом списке гидроксид натрия. И мы увидим осадок гидроксида магния, который выпадет в пробирке, который находился в хлориде магния. Какой способ будет более рациональный? Конечно, первый способ по всем критериям будет более рациональный. Во втором способе расход реактивов, естественно, будет не минимальный. И время распознавания мы должны затратить большее. Ну и далее уже составить уравнение реакции, это уже отдельные вопросы. Вот такое структурированное задание, которое состоит из нескольких взаимосвязанных вопросов. Ну и, конечно же, обратиться непосредственно к экспериментальным умениям. В овощенном виде это умение проводить, наблюдать, описывать химические реакции, делать вывод. Ну а в каждом конкретном эксперименте мы можем назвать планируемый образовательный предметный результат. Ну давайте посмотрим опыты, например, рассадовисимости растворимости газов от температуры. Я не буду опять зачитывать все эти задания, которые здесь предлагаются. Я обращу внимание только на вопросы. Конечно, выполняю любой опыт, нужно наблюдать. Что вы наблюдаете? Предположите, какие газы были растворены в воде. Сделайте вывод об изменении растворимости газов при нагревании. В данном случае предметный результат это умение анализировать растворимость газов от температуры и делать соответствующие выводы. То есть изучить растворимость газов от температуры. Следующий опыт, где нужно ознакомиться со свойствами щелочей. Достаточно много этих свойств щелочей. И опять же, какие здесь задания? Рассмотрите, то есть наблюдайте, выданные вам в пробирках образцы гидроксида, натрия и кальция. Дальше нужно проделать, обратить внимание на их агрегатное состояние. Растворить их в воде и соответственно, что вы наблюдаете. То есть отметить растворимость этих щелочей. И сделать вывод соответствующий о растворимости этих веществ в воде. Сравнить полученные результаты с данными таблицей растворимости. Как известно, в таблице растворимости указано, что гидроксид кальция малорастворен. Ну и далее надо исследовать эти растворы с помощью лакмуса, метилоранжа и феномфталиина. Это задание для восьмого класса. Оно, вы видите, очень простое. В каких-то химических свойствах здесь еще пока нет. Не рассматривайте эти свойства. Записать окраску индикаторов и сделать вывод о реакции среды. Следующий опыт я здесь несколько привожу. Их можно привести, конечно же, гораздо больше. Но опять же, те же экспериментальные умения мы в общенном виде проводить, наблюдать и описывать химические реакции, делать выводы. Здесь уже изучаются химические свойства разных веществ, реакции обмена в водных растворах. Ну и, естественно, везде необходимо отметить наблюдение. Нужно записать наблюдение в тетрадь, затем проделать несколько опытов и опять отметить наблюдение, записать уравнение реакций. И, конечно же, вот что самое главное, на основе этих опытов нужно сформулировать условия, при которых протекает реакция обмена в водных растворах. И, конечно, когда вот эти опыты проводятся, лучше сначала, именно чтобы школьники выполнили эти реакции, выполнили эти превращения, эти опыты, и уже затем, чтобы они самостоятельно сформулировали эти выводы. То есть, чтобы эти опыты не были иллюстрацией, а чтобы из этих опытов школьники извлекали знания. Вот это гораздо более ценно. Ну и еще, например, гидролиз солей, я опять же подчеркну, что необходимо проводить наблюдение, необходимо записывать уравнение реакций и, конечно, объяснять наблюдаемые явления. Вот это очень, как мне кажется, важно. И еще раз повторю, желательно, чтобы эксперимент по возможности, он был перед тем, как школьники какие-то знания уже готовы получать. Они сами должны извлечь эти знания из эксперимента. Ну и еще аналогичное задание, где сравниваются кислотно-основные свойства водородных соединений вне металлов, ну и совершенно аналогично, нужно сделать вывод на основе эксперимента. И я хотела еще отметить, что помимо каких-то лабораторных опытов, конечно же, есть практические работы, которые проводят в конце изучения темы, где уже школьники показывают сформированные умения проводить наблюдение, описывать химические реакции, умение делать выводы. И вот здесь в качестве примера фрагмент практической работы. Она называется «Решение экспериментальных задач по теме химические реакции». И опять вот в этих заданиях практических представлены такие характерные, традиционные при изучении химии в школе задания. А именно задания на качественные реакции. При помощи качественной реакции нужно определить, в какой пробирке находится карбонат натрия, хлорид, пари, гидроксид кальция. А в случае В варианта сульфат алюминия, хлорид алюминия, хлорид натрия. Затем задания на получение, в данном случае, карбоната кальция. Задания на распознавание, опять же задания на приучение. Самые разные задания. Задания на подтверждение качественного состава. Сюда еще можно тоже добавить. То есть достаточно много различных экспериментальных умений должны продемонстрировать школьники. Но как мы с вами знаем, в школьном курсе химии в основном экспериментальные умения на качественном уровне школьники должны продемонстрировать. То есть задания, где нужно провести какие-то измерения количественные, к сожалению, сегодня, на сегодняшний день в школьных учебниках практически отсутствуют. То есть вот только такие задания, где на качественном уровне школьники демонстрируют свои воспоминания и умения. Эксперимент можно расширить и предлагать его школьникам выполнять дома. И вот есть замечательная рубрика «Свободное время» в УМК Вадима Владимировича Еремовна, где предлагается большое количество простых, неопасных экспериментов. Есть представлены эксперименты с таблетками активированного угла. Понятно, что изучая давление отсорции, мы можем предлагать использовать активированный уголь в качестве прекрасного адсорбента. И школьники понимают, почему при отравлениях мы используем таблетки активированного угла. Еще вот задания, где исследуется йодная настойка. Ну и практически, то есть не практически, а во всех учебниках ОМК Вадима Владимировича Еремовна, начиная с 8 по 10 класс, вот такая рубрика «Свободное время» присутствует. И домашний эксперимент здесь широко представлен. Ну и завершает изучение школьного курса химии вот такое задание, причем на углубленном уровне. Это задание на понимание методологии научного исследования. Задание находится в самом последнем параграфе учебника Вадима Владимировича Еремова на углубленном уровне химии 11 класса. Нужно заполнить схему этапов научного исследования. Эти этапы научного исследования как раз рассматриваются в этом параграфе. И вот она такая схема, где нужно заполнить вот эти пропуски. Вот эти пропуски, которые школьники должны восполнить на основе материала этого параграфа. Уважаемые коллеги, я попыталась сейчас рассказать о тех методологических умениях, которые мы можем сформировать на уроках химии. Это действительно очень важные умения, которые позволяют школьникам далее применять их не только при изучении химии, а при изучении самых разных наук и вообще в жизни. Поэтому я думаю, что, конечно же, в федеральном государственном образовательном стандарте не случайно об этом так много говорится. И, ну, опять же, подчеркну, что это только фрагмент, только часть технологических умений, которые вообще должны, должны обладать человеком. Но я попыталась об этом рассказать. Я хочу отметить, что на сайте корпорации «Российский учебник» в разделе «Методическая помощь по предмету» вы можете посмотреть вебинары, которые проводятся в корпорации «Российский учебник», в том числе в записи вы можете посмотреть. И вот на этом слайде здесь как раз отмечено, в каком разделе вы можете найти эти вебинары, ссылки на эти вебинары. Ну и, конечно же, российский учебник предоставляет достаточно много возможностей для методической поддержки учителя. И вот здесь на этом слайде как раз вот эти возможности все перечислены. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Итак, один вопрос. Вот я вижу в чате новый федеральный перечень учебников. На какого автора лучше переходить? Уважаемые коллеги, вы должны понимать, что у любого учителя в соответствии с законом образования есть право выбирать тот учебник, который он посчитает нужным, но обязательно из федерального перечня. В федеральном перечне из авторов, которые представлены в корпорации «Российский учебник» это ОНК Вадима Владимировича Еремина. Это очень серьезные, очень глубокие учебники. И, конечно же, если вы уже с ними знакомы, то вы можете выбрать эти учебники. Вы можете выбрать учебники Нины Евгеньевны Кузнецовой, но пока на данном этапе только 8-9 класс в федеральный перечень входит. Вы посмотрите внимательно перечень учебников, выбирайте то, что вы считаете для себя наиболее подходящим, интересным. Но вот моя точка зрения, что углубленный уровень Вадима Владимировича Еремина это как раз тот учебник, который поможет нашим школьникам поступить в любой вуз химического профиля, который позволит получить очень серьезные, глубокие знания. И эти знания поможут дальше учиться в вузе. Еще есть вопросы? Больше вопросов нет? Тогда я желаю вам всего самого доброго. Спасибо за внимание.